Всем доброе время суток. Я собираю яблоки. Вот яблони, которые я все время показываю. Я уже полностью освободила от яблочек и сейчас вот эту вот освободила. Собрала все гнилушки. Это вот кисло-сладкие яблоки. Они хорошо для сушки. Вот такие красивые яблочки. Прелесть прям. Даже жалко их резать, сушить. Следующая яблонька вот эта будет. Но здесь яблоки грушевидной формы. Вот такие вот. Они сладкие. Они хорошо пойдут на сок. Мы привезли соковыжималку и будем здесь делать сок. Вот это сладкая яблонька. И вот это тоже сладкая. Ломаются ветки вместе с подпорками. Вот подпорки стоят. Все равно ломаются ветки. Вот так они у нас как-то по центру кисло-сладкая. А здесь сладкая и здесь сладкая. Это пойдет на сок. А вот с яблони. Вот тоже полно яблок. Мы за все время даже ни одного яблока не собирали. До нее как-то очередь не доходила. Она у нас в конце здесь стоит в углу. Смотрите сколько падальца. Земли не видно. Вот. Вот сколько яблок. это все на выброс. И мы ее будем убирать, спиливать. В том году мы один ствол уже спилили осенью. Вот этот вот спилили уже. И будем все ее отсюда убирать. Я зашла посмотреть, что здесь творится. И почему я камеру взяла. Смотрите, что я увидела. Здесь куча грибов. Смотрите. Под деревом. Что это за грибы? Поганки, наверное. Но факт, что их полно. Смотрите. Смотрите. Сейчас позову мужа. Пусть посмотрит, что это за грибы. Ну, конечно, поганки. Разве что хорошее вырастет? Вот сколько. Может, они здесь все время росли. Я просто в этот угол никогда не заходила. Ну, в смысле, заходила, но вот. Заходила траву порвать просто. Ой, полно, полно. И там вон полно грибов. А Коля делает разметку под мангальную зону. Кострище. Ну, кострище. Там мангальная зона. Ну, как было называть? Кострище, мангальная зона. Вот эти вишенки тоже нам придется убрать. Жалко. Она вот маленькая, как кустарник. А эта вот высокенькая. А выбранную землю отсюда сваливает. Я здесь хочу высокую грядку сделать. Потом разровняю, окружу досками. Рано еще семена собирать, да? Там семечки прям маленькие-маленькие настоящие семена. Надо попробовать черноклодку. Ну, рано, конечно, ее еще собирать. Ну, она все вкусная. Ну, я бы и сейчас собрала. Но Коля говорит, рано. Ммм, вкусная. Я ее тоже замораживаю. Делала и сироп из нее. Но замораживать лучше всего. Ну, вот теперь я весь базилик сорву, листики оборву и посушу в сушилочке. Вот уже можно еще немножко соберу со стриптиза семена. Вот какой аромный. Гляньте, да всю руку. Бархат. Вот тут кто-то пристроился. И ковыряется внутри. Ну, пусть. Вот немножко погода наладилась. Игурчики, конечно, уже все листочки пожухлые. Я не срываю, не убираю. Ого! Увидела. Блин, кабак какой. Вот это да. Потихонечку закрываю. О, вот еще есть. Сейчас я его тоже заберу. А, еще, если вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по одной баночке, я уже, наверное, штук 12. 1,8. Я не трехлитровая, я 1,8 закрываю. А если совсем мало было огурчиков, таких небольших, то 620 граммов закрыла. На штук 5. Вот такого размера, как вот этот тут висит. Сейчас я его тоже заберу. Большие пойдут на салатик еще. Вот. Чуть-чуть погодка наладилась. И огурчики немножко стали расти. Вон еще вижу. Сейчас соберу. Он лежит. Вот он лежит. И есть еще маленькие. Так что будут огурчики. Вот еще сколько огурцов собрала. Вот так каждый раз думаю. Ну, все, все. Последнее, последнее. А так потихонечку, потихонечку. Вот такие огромные, конечно, не закрываю. А вот эти вот, это тоже огромные. Вот такие пойдут. Сразу вот взяла укропчик. Сейчас листья смородины, вишни и хрена сорву. И закрою еще баночку. Интересно, кто-нибудь закрывал, вот который я давала рецепт, самый легкий, когда все складываешь, не стерилизуя, ничего, потом рассолом своим заливаешь. И просто до белого ключа. Можно, если можно назвать, кипятишь. Но там не кипятишь, а бульбушки пока пойдут. Очень легкий способ, поэтому вообще нет проблем. Я приезжаю, отрезаю кончики. В воде стоят. Разложила, поставила. Пойду сейчас под этой, под сладкими яблоками, внизу порядок наведу. Уберу всю эту гниль. Подготовлю. Сначала убираю внизу все. А то трясем дерево. И собираю яблочки хорошие. Это я из шатра снимаю. А, сидит какая-то сикараха. Давай, улетай. Вот у нас тут такое ощущение прям дачной жизни. Музыка у соседа. Сначала ретро играла, теперь вот Катя Семенова поет. Появилось время немножко между собиранием яблок и остальными делами. Вот я продолжаю делать валуны. Вот я сколько уже их наделала. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И здесь уже лежат высохшие. Девять, десять, одиннадцать. И двенадцатый вот такой застывший цемент. Он самый тяжелый. Я уже рассказывала, как я делаю. У меня есть вот цемент ненужный. который надо израсходовать. Я беру тряпки, заворачиваю ненужные. В пакете складываю ненужные. Там банки, деревяшки даже. В общем, все, что у меня есть. И если маленькие вот, вот эти маленькие валуны, значит я прям их в этой воде купаю в цементе. А вот такие, конечно, большие. Я одну сторону сначала заляпываю, потом другую. Вот этот самый большой. Он получится тяжелый. Потому что там внутри доски замотанные. Это вот я, да, вот тряпку не мочила. Вот видно тряпку. Я сначала обернула, а теперь накладываю цемент. И вот так постепенно-постепенно я буду по мере высыхания их обмазывать просто тупо цементным раствором. Цемент с песком. А потом уже сделаю хороший раствор из хорошего цемента. И буду формировать выемки, складки. Коля купил подножку новую на велосипед. Вот такая красивая. И в цвет велосипеда прям 300 рублей. А то старая была там уже плохая какая-то. у меня ромашки еще. Смотрите. Распускаются ромашки. Выгодные цветы. Круглый год растут так хорошо. Ветра нет. Солнца тоже, правда, нет. Но уже вечер. Время 7 часов вечера. Еще немножко поработаем. И надо будет уже ехать домой. Вот такой обычный день. Всем всего хорошего. Мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.